И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем. У микрофона, как всегда, ваш покорослугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио из Space Exploration. За кадром, как я люблю это говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские в какой-то степени изменения. Сейчас наша база выглядит вот следующим образом, а это все потому, что я решил немножечко ее облагородить. Я просто дальше продолжал заниматься, разместил здесь небольшое количество солнечных панелей на будущее, выравнивал здесь территорию, добавил еще немножечко ячейчек и сделал все для того, чтобы в этой серии планомерно заниматься дальнейшим прохождением. Из глобального я сделал здесь вот небольшую ячейчку, а точнее подготовил ее к тому, чтобы она занималась произведением отсыпки. Здесь было куча озер, которые приходилось просто засыпать для того, чтобы можно хоть как-то было взаимодействовать с этим миром. Оборонку тут сделано очень слабенько, и когда начнется промышленность строиться, мало мне не покажется, но я думаю все обязательно образумится и мы сможем как-то с этим побороться. Также я сделал где-то здесь станцию по переплавке меди, а все потому, что я вот здесь вот все-таки организовал станцию по добыче этой меди. Грубо говоря, вот эти две жила объединяются, как я и хотел, идут в этот большой склад, эта жила тоже идет в этот склад, и все это уже загружается в свою очередь в поезд. Благодаря тому, что у нас здесь уже есть станция по загрузке железа и меди, я все это начал доставлять на базу, и уже на шине это все появляется в виде железа и меди. Соответственно, начинается небольшой крафт, и все дальше необходимое и прочее. Дронов теперь у нас достаточное наконец-то количество, о чем я могу вообще не беспокоиться, и надеюсь так и дальше пойдет. Но следующим этапом развития будет начало произведения ракетных технологических карт. Для того, чтобы их начать производить, нужна ракета. Желательно ракета со спутником, но это уже на самом деле как пойдет. Для того, чтобы их производить, у нас вообще ничего не готово, и хотел бы я организовывать их начало производства в формате ячеек. И для этого я уже тут немножечко себе распланировал и примерно накидал дальнейший план исследований. Но что из этого выйдет, мы узнаем именно в этой серии. Хотел бы я начать со станции пластмассы, а дальше будем делать посмотреть. Пластмассу я могу сейчас вообще без проблем организовывать, ведь у меня есть благодаря предыдущей части гигантское, просто колоссальное количество попутного нефтяного газа, которого, возможно, в скором времени будет не хватать, но это мы еще посмотрим. Думаю, вот этот вот квадрат подойдет для этого как нельзя лучше. Мда. Минус моей оборонки в том, что меня начинает подъедать. Но я вроде как могу усилить большим количеством турелей. У меня в обязательном порядке будет потом идти условие, что все эти турели будут работать вместе с огнеметами, которые я могу уже себе делать. Но не уверен, что пока в данный момент у меня это дело стоит в приоритете. Станцию по загрузке, во-первых, попутки я сделал. А дальше на пластик останется только где-то надыбать уголь. С углем, конечно же, проблема. В том плане, что у меня его нет добычи. И нужно это все организовывать. Единственное, жила прекрасная, я вижу вот здесь вот. В ней несколько миллионов. И как раз она мне мешает в плане того, что она находится на блоках. И неплохо было бы ее добыть, а уже потом куда-то дальше использовать. Поэтому пойдемте разрушать немножечко блоковую систему. Придется две ячейки занять, конечно, для этого. Но я думаю, что рано или поздно эта жила добудется, и мы сможем обратно все восстановить. Станция по углю готова. Немножечко топорника. Но я думаю, ничего страшного. Для меня сейчас главное это функционал, и чтобы эта жила работала. И скорее бы все ресурсы отсюда выкопались. Ребята, я совершенно забыл, что у меня есть уголь добычи. Вот здесь вот. Но здесь всего 1,9 миллиона. И добываться она будет крайне медленно. И в любом случае вот эту станцию нужно было создавать. Но теперь я буду держать в курсе, что вот таких станций у меня хотя бы две. Делаю здесь станцию для разгрузки угля. По подсчетам здесь, получается, должно в линии стоять всего 30 химических заводов с пластмассой. Ведь большая пропускная способность нам просто недоступна из-за недостатка угля. В принципе, такое количество, я думаю, без проблем мы организуем. Вот и блок построен. Сейчас подведу сюда электроэнергию. И парочку светильников нужно также расставить. Сейчас подвожу сюда последний ингредиент в виде попутного нефтяного газа. И по идее блок должен начинать работать. Пошла, родимая. Вот и пластмасса. Мне останется лишь вот здесь вот ее загружать. У меня по идее здесь организация такая, что вот эта вся линия конвейера должна забиваться. Но судя по всему, тут где-то наполовину надо поставить балансир. Иначе это все работать безобразия не будет. Как только я подставил здесь балансир, пластик теперь работает в полностью автоматическом режиме, без моего участия. И загружаются успешным образом в склады. Что-то меня очень сильно подъедают здесь. Придется, наверное, в скором времени мне здесь налаживать более серьезную оборонку, чем сейчас. А пока что я вот этот пластик еще, пожалуй, пару раз растиражирую, пока нужного количества не достигну. Он рано или поздно здесь достроится. Попутку сюда будет обязательно когда-нибудь поступать. Здесь есть возможность еще куда расширять производство пластика. А у нас пока есть другие, более приоритетные задачи. Грубо говоря, вот эту вот галочку можно здесь ставить. И потихонечку переходить к производству зеленых микросхем. Насчет пластмассы она обязательно нам понадобится, но в будущем. Я просто хотел ее организовать как можно скорее. Ведь случилось то, что я прям так не хотел. У нас стало слишком много попутки. И пришлось немножечко ее сжигать для того, чтобы производилась смазка. Также у нас слишком много дизеля. Но эту проблему мы решим даже, если получится в этой серии, когда начнем производить ракетное топливо. И если мне память не изменяет, ракетное топливо мы даже сейчас можем производить. Так что давайте вместо зеленых схем займемся именно им. Выберем для этого наиболее подходящий блок. Ну допустим вот этот. И начнем производство. Для производства топлива есть несколько различных видов и способов этого делать. Самый эффективный на мой взгляд это производство через дизельное топливо. Дизельного топлива у нас просто тонны. Его девать некуда. И я думаю это оптимальная возможность его где-то здесь размещать. Правда есть один нюанс сопряженность с производством этого самого топлива. То что допустим если я захочу посчитать по количеству фабрик топливных заводов. Количество которое здесь будет произвмещено. И буду пытаться подстроить. Допустим даже если под 16 топливных заводов. Нам нужно на секундочку здесь 16 тысяч кислорода. И 356 атмосферных конденсаторов. То есть станции которые этот кислород из воздуха берут. Или на секундочку 4800 электролизеров. Неподъемные цифры. Но как мы показывает практика. Минимального количества конденсаторов будет хватать. Для того что производилось в нужном масштабе. То есть грубо говоря на 3 топливных завода нужны 3000 кислорода. А для того чтобы производить это с помощью конденсаторов нужно 67 тысяч. И в принципе я на такое должен согласиться. И на это все нужно всего лишь 300 дизельного топлива. Это очень мало. И все масштабы производства у нас будут чересчур забиты этим дизельным топливом. И возможно нам придется придумывать еще другие методы. Куда бы это дизельное топливо мы могли бы девать. Возможно с дизелем не было бы проблем. Если бы мы использовали в качестве основной движущей силы. Какие нибудь локомотивы. Которые бы дизель потребляли. Но увы и ах мы решили отойти от этого. В пользу более экологичного вида транспорта. Тем более что вся энергия производится благодаря полностью экологичного метода. Дизель из этого бака в этот успешно перекачивается. А значит временную проблему с перебытком дизеля я решил. Я вижу тут еще одна проблема нормализовалась. У нас не хватает попутки на производство пластика. Это очень хорошие новости. В том плане что дизель мы можем наконец-то начинать производить в гигантских колоссальных масштабах. А именно делать вот такую вот схему. То есть я беру вот этот вот тыдыщ. И здесь вот еще раз тиражирую. И вот здесь получается максимальное количество химических заводов. Которые я мог бы разместить. Которые перерабатывали бы дизель в попутку. Как я понимаю именно в этом была проблема. И не хватало соотношения. Которого бы перерабатывала дизель. А все потому что мы никуда не девали попутку. С этим теперь мы справились. Попутка у нас уходит в пластик. И когда вот это застроится. Надеюсь проблем с ним-сямкой теперь точно не будет. И это все успешно заработает. Так новая проблема. Начал копиться мазут. Хм-хм. Засранец такой. Ничего страшного. Потом просто химические заводы еще раз тиражируем на мазут. Но это будет точно позже. И вот случилось то чего я ожидал. И чего я так сильно не хотел. У нас стало не хватать железа. А все потому что не хватает мощности выработки из вот этой жилы. То есть нужно грубо говоря искать мне возможность. И искать где бы добывать железо еще в большем формате. Ну допустим вот здесь вот конечно не в большем формате. Всего 8,8 миллионов. А вот эта вот 14 миллионная жила меня в принципе вполне должна устраивать. Грубо говоря чем больше у меня будет станции на загрузку. Тем больше у меня будет буров в принципе добывать. Чем больше поезда смогут курсировать между ними. И не вызывать друг у друга проблем. И мне нужно будет в обязательном порядке идти зачищать вот эту жилу. Пытаться здесь организовывать оборонку, защиту и все такое прочее. Ведь без железа я даже не смогу банально ракетное топливо построить. Тут всего 2,3 тысячи. А скорость добычи меня что-то вообще не устраивает. Но ничего другого не остается кроме как идти и организовывать добычу. Ну и с момента последней сказанной мною фразы прошло достаточное количество времени. И все это время я занимался разведыванием новых территорий. У меня здесь появилось в итоге 1,2,3,4 новых аванпоста. Каждый из которых добывает железо. Все упиралось по сути в скорость добычи. И я решил не мелочиться и сразу разместить их побольшее количество. Они получились обособленные полностью от нашей основной базы. И каждая из них имеет собственную логистическую сеть. Что представляет из себя стандартный аванпост? Здесь есть обычная моя станция по загрузке. Грубо говоря сюда поставляется вся руда добываемой жилы. А напротив стоит небольшая такая станция, которая называется аванпост загрузка. В которую в случае если допустим не будет хватать какого-то ресурса, будет приезжать поезд. Основные ресурсы, которые здесь размещены это патроны, два вида турелей, ремкомплекты, дроны и стены. И это все нужно для того, чтобы обслуживать вот эти оборонительные сооружения. То есть у нас здесь стоят два ряда турелей, конвейера, которые загружают сюда патроны и лазерные турели. Можно было бы здесь разместить несколько слоев лазерных, но тогда мы страдаем очень сильно по электричеству, а я хотел его как можно сильнее экономить. Поэтому пытался обойтись малой кровью. То есть на дальней дистанции при подходе будут активироваться лазерки, и чем ближе они подходят, тем больше пулеметных турелей начинают вести непрерывный обстрел. Все предметы, которые здесь есть, они соединены логической сетью с помощью сравнивающих комбинаторов. Здесь размещен каждый по тип предмета, и логическая сеть работает от минимального количества. То есть если допустим какого-то одного из предметов будет не хватать сети, то поезд будет сюда ехать. А ехать он будет из основных станций. Я сделал здесь вот небольшую такую развилку, где он сворачивает вот сюда. Едет, едет, едет. И вот первая станция, где за него загружаются патроны. Но она сейчас по сути не работает. А все потому, что у нас банально заканчивается уголь на базе. И это из-за истощения вот этой жилы, в которой когда-то было несколько миллионов, сейчас осталось всего несколько тысяч. И нужно будет с этим как-то пытаться что-то придумать. Следующая станция поезда, загрузка лазерных турелей, которая тоже стоит из-за нехватки ресурсов. В этот раз это зеленые схемы. Ну и последняя станция по загрузке, где загружаются ремкомплекты. Дроны, которых нету сейчас из-за нехватки ресурсов. Стены и турели. И примерно как-то так и работает вся моя оборонительная сеть. Я надеюсь, это более-менее приемлемо. То есть пока что не было случаев, когда были совершены какие-то серьезные набеги. Даже несмотря на то, что кусаки как бы казалось бы, что вот прям вот близко находятся. И постоянно совершают эти самые набеги. Потом их нужно будет зачищать, конечно же. Но пока что до этого как-то руки не доходят. У нас есть несколько первоочередных задач. Как уже и говорилось. И основная из них я хочу сделать ракетное топливо. Ну и если останется время, то мы обязательно сделаем где-нибудь станцию по производству микросхем. Чтобы отправлять их на базу. И в любом случае они нам рано или поздно понадобятся. По сути для производства ракетного топлива нужно всего два компонента. Это дизель и железо. Кислород, который нужен в крафте, мы будем производить непосредственно по месту. На один топливный завод нужно 23 атмосферных конденсатора. Станция с железом. Станция по разгрузке дизельного топлива. Допустим, где-нибудь у нас тут есть штучек 5 топливных заводов. Заходим в него и смотрим. Для того, чтобы производить дизель. То есть справа у нас должен как-то подводиться кислород. Сюда должно загружаться железо. И все должно работать наилучшим образом. Допустим, где-то вот здесь вот это все я буду размещать. Даже на 5 штук нам должно подводиться всего 0,2 конвейера с дизелем. Хотя я полностью уверен, что и такого количества заводов мы не сможем снабжать необходимыми компонентами. Дизель подвел. Подводить кислород это прям надо исхищиться, чтобы это сделать. Но я попытаюсь. То есть я хочу, чтобы, допустим, он у нас подводился вот таким вот кустарным методом. То есть вот в этой трубе будет идти необходимое количество только для одного топливного завода. То есть мне ничего не помешает в таком случае сделать вот здесь вот конвейер, который бы загружал всю железную руду прямиком в них. Так, а атмосферные конденсаторы интересно у меня есть. Конечно же нет. Но они точно у меня где-то имеются. Я просто беру, получается, конденсатор. Здесь его размещаю и выбираю ресорт крафта на кислород. И с каждой своей стороны этот кислород, по идее, он должен извергать. Как только сюда подведется электроэнергия. И нужно здесь их разместить 24 штуки. 24, а не 23. Только потому, что так будет красивше. Готово. То есть я могу это все еще раз вот здесь вот продублировать. По идее, поскольку это все находится в логистической сети дронов, то без проблем наши дроны должны, по идее, брать все ресурсы из хранилищ. А в хранилищах точно, я уверен, что делал производство конденсаторов. И вводить их прямиком сюда. Останется лишь мне подвезти сюда электроэнергию, чтобы все это работало. Ну вот как-то так. Сейчас это все размещается. Кислород я уже примерно проекта размещаю. А значит производство должно потихонечку начинаться. И вот уже 6 штук топлива здесь размещается. И вот уже в маломальских масштабах твердое топливо начало производиться. А значит я могу его просто брать и вот сюда вот выводить. Где у меня будет станция по загрузке этого топлива. Так как у меня это топливо начало производиться, я значит могу полностью от этого топлива избавляться. И начинать потихонечку переходить на ракетное. В плане топлива для ракетного ранца. И также маленький переносной генератор я тоже буду питать, пожалуй, ракетным топливом, из-за того, что он обладает большей энергетической мощностью. Теперь это все точно, все конденсаторы работают, и их количество мне хватит на два таких вот топливных завода. И уже нам пишут ускорители реактивного ранца, то что наша скорость передвижения на реактивном ранце увеличивается на 20%. И все это благодаря ракетному топливу. То есть, грубо говоря, я могу ставить галочку на ракетном топливе. Следующий на очереди зеленая схема. Тут пока два топливных завода размещаются, пусть они работают. При желании я просто беру это все, копирую безобразие, и размещаю здесь до тех пор, пока меня не будет удовлетворять скорость производства. Опа. А, ну, конечно же. Единственный аванпост, который у меня находится под ударом, это вот этот, на который совершаются периодически нападения. Ведь это один из первых аванпостов, которые я вообще, в принципе, строил. И там не налажена нормальная оборонка. Так что мы сейчас летим туда. А, ведь я точно уверен, что нас очень там легко могут скушаться. И, может быть, кому-то будет интересно. Я хотел бы продемонстрировать, как, в принципе, у меня война с кусаками происходит периодически. Для этого у меня есть специальный чертеж из лазерных торелей. Я его создаю, дроны его размещают. И постепенно, планомерно я вот так вот буду продвигаться, кулю и кусак. Если, конечно же, у меня будет хватать лазерных торелей. А, как я уже говорил, их не хватает только из-за того, что у меня не хватает электросхем. Ну, а в случае, если я не могу продвигаться к ним с помощью лазерок, у меня есть всегда снайперская винтовка, которой я очень медленно, конечно, буду ковырять эти все ульи. И уничтожать самых больших и толстых червяков. Они создают самые большие проблемы из-за их дальности поражения. Я могу их разбирать с помощью снайперки. Это происходит просто банально долго и неинтересно. Всего каких-то 3 минуты и улей зачищен. Но это был достаточно маленький улей, и его зачищать не составило никаких трудов. Но если, допустим, эти улей какие-то гораздо большие в размерах, то тогда действительно создаются трудности в их истреблении. Например, вот такие вот улей зачищать гораздо сложнее из-за их компактности. Без помощи турелей и лазерных дронов здесь вообще никак не обойтись. Думаю, воспользуюсь сейчас этим квадратом для того, чтобы производить электросхемы. И, по сути, есть два пути создания электросхем. Первый путь делать раздельное производство каменных пластин и их уже сюда ввести. А второй путь производство каменных пластин непосредственно по месту. Я сейчас хотел бы воспользоваться вторым методом и попробовать его реализовать. У меня, в принципе, опыт подсказывает, что второй метод будет здесь гораздо эффективнее. Первый от второго метода отличается, по сути, ничем, кроме как разницы в занимаемом пространстве. Поставлю здесь две станции под медь, а вот сюда вот будет вводиться камень. Станция с медью готова. И сейчас практически готова станция с камнем. По планировщику мне нужно будет здесь размечать 26 всего лишь электросхем. Я думаю, такого количества вполне мне достаточно будет. И всего лишь по длине получается вот такой вот небольшой рядок. Я считаю то, что вполне я способен здесь разместить 4 и здесь 4 станции по камню. И с этим вообще никаких проблем не будет. Ну, примерно какой-то такой план по разметке получается. Здесь такая же схема, как и была на базе, размещена. Получается, вот по этим двум линиям идет медь. Здесь в центре должен размещаться, благодаря вот этим сборочным автоматам, камень. Сейчас это все достраивается с помощью строительных и остальных дронов. И мы можем запускать производство. Каменная плита есть. Подвожу сюда последний ингредиент в виде меди. По идее, эта вся система работает. Она же полностью собралась. И я надеюсь, что я нигде не накосячил. И просто я могу в будущем это брать, копировать и размещать. Надо будет потом подумать о лучшей системе проводки. Ведь вот эти вот провода, размещенные здесь, будут обязательно мешать тому, что будет размещено в дальнейшем. Вот он, выход получается, электросхем. И я его должен подвести вот сюда. И вот, вот оно. Вот оно счастье, когда зеленые микросхемы повалили в гигантских масштабах. Последний штрих. И теперь микросхемы могут находиться на базе в неограниченных количествах. За кадром, как я люблю это говорить, мне предстоит гигантское и колоссальное количество работы. Я растеражирую здесь еще большее количество цехов с микросхемами. Выведу обязательно их на базу. И выведу на базу также угли, чтобы нормально производились патроны. Зеленые схемы можно считать выполненными. И останется всего ничего до запуска ракеты. И в таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш поклон слугам Амору. Еще услышимся.